Шалом! Мы продолжаем разговор о страхе Господне. В прошлый раз мы говорили о том, что Бог бывает опасным. Он очень любит людей, но очень не любит грех. И поэтому Он может взять, да и наказать того, кто грешит. Такой Бог, разумеется, внушает некоторый страх. Понимая, что с ним шутки плохи, разумный человек и разумный народ постараются не делать того, что его гневит. Таким образом, как написано в притчах, страх Господень отводит от зла. И, соответственно, в Танахе страх Господень – это страх делать неугодное Богу, то есть идти наперекор ему. Однако сегодня против такого понимания, вот этого понятия страха Господня, выдвигаются самые разные «новозаветные» возражения. Во-первых, многие сегодня считают, что все разговоры об опасном Боге, о Боге, который может разгневаться на кого-то или осудить кого-то, это очень вредно, потому что эти разговоры давят на нежную человеческую психику, травмируя ее. Даже детей запугивать нельзя, говорят нам. А уж взрослых людей подавно – здоровая, религиозная или духовная, называйте, как хотите, жизнь – не имеют со страхом или запугиванием ничего общего. Звучит это все прекрасно, но если вам такое когда-нибудь скажут, вы просто задайте встречный вопрос. Например, такой. А вы своих детей учили не совать пальцы в розетку и не бегать через дорогу на красный свет? И вы увидите, как этот мыльный пузырь моментально лопнет. Ведь говоря ребенку об электричестве или о движущихся машинах, я не давлю на него и не травмирую его психику, и не запугиваю. Я лишь предупреждаю о совершенно реальных опасностях. Более того, не делая этого, я не выполняю свою родительскую роль, как полагается. Потому что не предупредить человека об опасности и равносильной желанию, чтобы он попал в опасную ситуацию. И поэтому все эти разговоры о давлении на психику – это просто пустая болтовня, если называть вещи своими именами. Второе возражение, о котором я хочу сказать, касается природы Бога. Звучит оно примерно так. Нарзаветный Бог, он не тот, что Бог Ветхого Завета или Танаха. Он не такой вспыльчивый, он не такой суровый, он намного мягче, добрее и терпеливее. Тот был Бог закона, а этот наш Бог, он Бог благодати. Тот давал болезни, а наш Иисус исцеляет. И так далее. В общем, у нас другой Бог. У нас Бог добрый, хороший, ласковый. И поэтому все эти Ветхозаветные страшилки, в кавычках, они не для нас. Так вот, такое представление о другом Боге, оно сидит, по-моему, сегодня в головах очень многих людей. И представление это, конечно, с очень длинной бородой. Первым эту ересь, это то, что это ересь, первым эту ересь озвучил человек по имени Маркион, который жил в конце первого, в начале второго века нашей эры. Из всей Библии этот товарищ Маркион признавал священным писанием только Евангелие от Луки, да его даже не целиком. И еще десять апостольских посланий. То есть, другими словами, он отвергал не только полностью весь Танах, но также значительную часть Нового Завета, не признавал за священное писание. Сегодня самого Маркиона не пустили бы за кафедру ни одной мессианской общины или христианской церкви. Потому что он вошел в историю как один из известнейших еретиков. Ну и вообще, кто пустит проповедовать человека, который не признает хотя бы даже Новый Завет целиком, что там, ладно, Танах, Ветхий Завет, хотя бы Новый Завет целиком он не признает как священное писание. Где ему дадут проповедовать? В какой нормальной общине верующих в Ешуа? Так вот, несмотря на это, его идея о том, что Мессия Ешуа не имеет ничего общего с Богом Израилем, представленным в Танахе, или, во всяком случае, он очень не похож на него, эта идея преспокойно сегодня живет в умах многих верующих людей. Почему же она такая живучая? Что в ней такого привлекательного? Дело тут, мне кажется, в том, что нам всем очень хочется иметь простое и удобное представление о Боге. И вообще простую и удобную религию, в которой нет ни парадоксов, ни тайн, в которой все прописано черным по белому, а и на все вопросы есть квадратно-гнездовые ответы прямо с конвейера. Ну а что может быть проще, чем черно-белая схема Маркиона? Тут черный Бог, а тут белый и пушистый Бог. Ну как хорошо, просто и ясно, любя ребенку, понятно, да? Вот, но мы с вами должны понять, что вот это наше желание иметь этакого ручного Бога, прирученного Бога, оно от лукавого. Потому что по сути своей это желание иметь идола, а не Творца, жизнь которого является сама по себе тайной для нас, и пути которого, как о нем сказано, неизмеримо выше путей человеческих. Вы поймите меня, пожалуйста, правильно. Я совсем не отрицаю того, что есть ложь и истина, что есть зло и добро, что есть ангелы и злые духи, там, или бесы. И я просто говорю, что не все, не все в нашем мире вот такое однозначно черно-белое. Есть и другие цвета, как мы с вами знаем, к счастью, и каждый со своими оттенками еще при этом. То есть реальный мир устроен намного сложнее, чем вот эти сказки про добрых и злых фей, которые мы читали в детстве, или которые нам еще читали до того, как мы сами научились читать. И если мы не смиримся со сложностью реального мира и не научимся жить с ней, то я боюсь, что мы будем детьми совсем не в том смысле, в котором нас Ешуа призывает быть как дети. Раф Шауль, он же апостол Павел, пишет так. «Не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними». Памятуя об этом, давайте постараемся взглянуть на Новый Завет свежим взглядом и понять, действительно ли он представляет нам с вами другого Бога, намного более доброго, милостивого и терпеливого, чем Бог Танаха. Читая Евангелие, мы действительно не видим, чтобы Ешуа или его апостолы призывали на грешников проказу Неймана, а как пророк Элиша, Елисей в русском переводе, проклял своего алчного и лживого слугу. Наоборот, в Евангелии от Луки есть очень интересная история о том, как Ешуа по дороге в Иерусалим хотел остановиться в одной самаритянской деревушке, но его там не приняли. И тогда двум его апостолам пришла в голову совершенно замечательная идея призвать на жителей этой деревушки огонь с небес. Это были Яков и Йоханан, которых сам Ешуа прозвал сыны Громовы, сыны Грома. А идею они позаимствовали, ну откуда? Конечно же, из Танаха, самый известный им текст, какой был Танах. В Танахе пророк Ильяху, то есть в русском переводе Илья, дважды призывал огонь с небес на отряды воинов, посланных арестовать его. И вот Лука пишет, что Ешуа зарубил эту идею на корню. Он, обратившись к ним, то есть к сынам Громовым, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа, ибо сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Казалось бы, вот оно, из уст самого Господа порицание всякого суда, можно было бы, в принципе, так это истрактовать, да? Долой суд, да здравствует спасение, милость и прощение грехов, которые Ешуа объявляет сегодня людям. В конце концов, ну Евангелие, это же благая весть, то есть радостная весть, а не плохая и страшная. Но давайте не будем торопиться с выводами, давайте просто продолжим читать. В Евангелиях мы видим не только прощение грехов, исцеление больных и кормление голодных и призыв к милосердию. Мы также видим очень ясный призыв к послушанию и неоднократные предупреждения о последствиях непослушания. Например, в притче о доме, построенном на песке, который упал под натиском ветра, дождя и наводнения, дом там в этой притче символизирует жизнь человека, слышащего слова Ешуа, но не исполняющего их. И притча заканчивается такими словами, и было падение его, то есть этого дома, великое. Смысл этих слов «великое падение» проясняет сам Ешуа, укоряя целые города, не внявшие его слова. «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретящие пепли покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отрадней будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не зверкнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отрадней будет в день суда, нежели тебе». Обратите внимание на то, что проповедник Благой Вести, Ешуа, проповедник Евангелия, самый главный, которого мы знаем, Благой Вести, проглашает в суд Божий тем, кто отверг его послание. Он говорит о дне суда и о том, что приговор, вынесенный в этот день Капернауму, будет строже, чем Содома. А Содом, как мы с вами помним, был уничтожен. В таком же духе Ешуа говорит и о своем поколении в целом. Послушайте. «Неневитяне восстанут на суд с родом Сим, то есть с поколением этим, и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, то есть пророка Ионы. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона». Как и в предыдущем случае, где города Израиля сравниваются с Тиром и Сидоном, «Язычники, жители Неневии и царица Южная, то есть царица Савская, в день суда окажутся в более выгодном положении, чем избранный народ Божий». Звучит это все, согласитесь, как-то не очень позитивно, и я бы даже сказал, уж не очень как-то произраильски. Ведь из этих слов складывается такая картина, что Израиль чего-то, как говорится, не догоняет. То есть язычники его обошли. Уж не антисемит ли какой поганый пророчествовал все это еврейскому народу? Но мы с вами знаем, что это сказалось в самый что ни на есть еврейский и израильский проповедник, да причем проповедник доброй и радостной вести. Так он вошел в историю. Проповедник Евангелия, Царствие Божье, еврейский мессия. Ну получается, ну как же так? Почему такие жесткие слова о суде говорит, и как бы даже слова, идущие против собственного народа, говорит еврей, мессия, Израиль, проповедник, благой и радостной вести. Дело тут, по-моему, в том, что Евангелие это радостная весть, но это радостная весть не о том, что тебе прислали чек на тысячу долларов, американский дядюшка тебе прислал, или там на сто тысяч, если тебя тысяча уже не радует. Потому что ведь чек-то можно принять и сказать спасибо, а можно и отказаться, ну по тем или иным причинам. И если откажешься, то ничего страшного. Ну, останешься ты без этих денег, но, например, совесть у тебя будет чиста по каким-то причинам, связанным с обстоятельствами отношений твоих с дядюшкой и так далее. Но в худшем случае дядюшка обидится, да и только. А если бы прислал вообще тебе чек чужой человек или организация какая-нибудь, так вообще без последствий это, наверное, отказ будет. Но Евангелие-то это ведь радостная весть не о чеке на тысячу долларов или на большую сумму. Это радостная весть о приближении Царства Божьего. То есть это послание о том, что сам Творец и Царь Вселенной открывает перед тобой двери в свое присутствие. Он открывает тебе дверь в жизнь вечную. Он открывает тебе дверь в полноту своей любви, радости, мира, в полноту жизни с большой буквы, в которую, конечно же, здоровье и благополучие включены, хотя иногда это не очевидно сразу. Бог, на мой взгляд, немножко отличается от доброго американского дядюшки. Он подобрее будет. Во-первых, Он предлагает нам что-то неизмеримо большее, чем деньги и все, что на них покупается. Во-вторых, хотя для нас Его дар, который Он нам предлагает, это действительно дар, то есть это подарок, который мы можем только принять, а не заработать, Ему этот дар, который нам дает, стоил очень дорого. Он пожертвовал ради нас своим собственным сыном, Мессией Ишуа. Он не навязывает нам этот дар, а оставляет за нами полную свободу принять его или отвергнуть. Но мы должны понимать, кому мы плеем в лицо, отказываясь принять эту великую доброту. Поэтому гнев Божий, как реакция на наш плевок, вполне объясним. И тем, кто пренебрегает Божьей добротой, придется столкнуться с его строгостью. Когда столкнуться? В день суда, о котором много сказано в пророческих книгах. Там он также называется Днем Господнем. Но на сегодня наше время подошло к концу, и мы продолжим разговор о страхе и суде Божьем через неделю. Спасибо. Шалом. Мессианский Центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ишуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.gazisdefismedia.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...